Когда вы впервые откроете фотошоп, вас сразу же может поглотить большое количество окон. Если вы попытаетесь сосредоточиться на каждом отдельном значке, вы просто запутаетесь. Посмотрите на это. Это значок. Сотня опций, наверное, больше 10 тысяч опций занесены в список. Если вы начнете все эти опции соединять, я просто прошу вас, сделайте кое-что для меня. Игнорируйте их. Игнорируйте это огромное количество значков сверху и по сторонам. Я хочу, чтобы вы заботились только о трех вещах. Одна из них — это панель инструментов. Здесь находятся все инструменты, с помощью которых вы будете менять изображение. Вторая — это холст. У нас его пока нету, поэтому я захожу в файл, новый, нажимаю ОК, и теперь у нас есть холст. И последняя вещь — это панель слоев. Я вижу эту панель прямо здесь, и могу на нее нажать. Если вы не можете ее найти, нажмите на вкладку «Окна», «Слои», и появится окошко, как здесь. Если вы не можете что-то найти, просто зайдите во вкладку «Окно», и если вы знаете название опции, она, скорее всего, будет в этом списке. Кое-что еще вам необходимо принять во внимание. Это маленькая область с иконкой прямо здесь. Если я на нее нажму, она развернется в большое окно. Двойным щелчком можно немного поиграть с интерфейсом. Путем двойного клика по значкам я могу открывать их и нажимать. Могу разными способами влиять на интерфейс. Я собираюсь сохранить интерфейс в таком виде, или еще больше его упростить. Можно перетянуть эту таблицу со слоями в отдельное окно. И это тоже можно перетянуть. Я закрою его, просто избавлюсь от него. Это окно перетянем обратно. И таким образом у нас есть единственное, что у нас есть. Это панель инструментов, панель слоев и холст. И я хочу, чтобы вы только на эти вещи обращали внимание. И еще раз, если вы не знаете, где находится панель слоев, зайдите во вкладку «Окно», «Слои». Хорошо, теперь мы на той же странице. Хорошо, теперь мы на той же странице.